В стратегии развития Красноярского края основа должна быть опора на собственный ресурсный, кадровый и производственный экономический потенциал. Опора на уникальные возможности роста налогового потенциала региона. И за счет роста собственных доходов повышение качества жизни в крае. Мы получили в прошедшем году определенный рост экономики. Имеем рост инвестиций. У нас возросли доходы бюджета. В сопоставимом виде с 2014 годом собственные доходы бюджета, налоговые и неналоговые, повторяю, собственные, нисколько не включающие наши межбюджетные отношения с Федерацией, наши собственные доходы возросли на 21,5 миллиарда рублей. 21,5. Я помню такое тревожное молчание и неприятие аудитории, когда я в прошлом году говорил о 100 миллиардах за 6 лет. При этом, имея до этого 5 лет нулевого роста. С 2010 года бюджет Красноярского края не прирастал ни на сколько. И тут я сказал, прирастем на 100 миллиардов в годовом исчислении. Прошел один год из шести. 21,5 мы имеем. Экономика Красноярского края в основном базируется на деятельности, а следовательно, налоговых поступлений крупнейших предприятий, которые расположены в крае. Это и Норильский Никель, и Полюс, и Русал, и ряд других предприятий, которые действительно формируют основные налоговые поступления. Безусловно, что даже небольшой процент роста налоговых поступлений для этих гигантов, для этих якорных предприятий, безусловно, позволит решить вопросы дополнительных поступлений в социальную сферу, в строительство дорожной инфраструктуры, развитие сельских территорий, развитие Крайнего Севера. Поэтому первое, что мы сейчас сделаем, это совместно с руководством крупнейших компаний разработаем планы по увеличению производства, а следовательно, и увеличение налоговых поступлений. Губернатор заострил внимание на эффективном расходовании денег, что за те же средства, которые мы имеем сейчас в бюджете, можно сделать гораздо больше. И я с ним совершенно согласна. Это первый момент. Второй момент. Губернатор обратил внимание на систему управления. Необходимо менять систему управления. Она должна быть более эффективной. Такого огромного количества чиновников, такого огромного количества работников аппарата, наверное, не нужно для того, чтобы решать такие задачи. Акцент очень важный сегодня, что мы продолжаем во многом еще жить сегодняшним днем. Есть сегодня проблемы, есть сложности, их надо как-то закрыть, снять, убрать. Они не остроту создают, напряжение, недовольство людей и так далее. Что если мы не показываем сами себе и людям день какой-то отдаленный, завтрашний, а стратегия – это как раз все-таки долгосрочные периоды, то мы по-прежнему продолжаем поддерживать в состоянии неопределенности. Это для многих важно. Те, кто сегодня собираются заключить брак, должны знать, они ипотеку могут взять или нет, как будет развиваться рынок труда в крае и будет ли у них эта работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова